приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про новое событие для клановых игроков это маневры но вначале как обычно покажу 3 победителей по 500 золота из прошлого видео если вы хотите участвовать в розыгрыше пишите под этим видосом комментарии с никнеймами если вы играете из рубай региона также перед основной новостью еще расскажу о чем ни разу вам не рассказывал в описание добавлю ссылку на свой бусте он существует уже давно но там ничего не происходило еще объясню почему я это вам рассказываю вот вы подписывайтесь на vk play live смотрите там стрим и получаете золота за просмотр но этот же аккаунт которым вы там подписались это тот же аккаунт что вы и подписывайтесь на бусти вы автоматически и на бусте уже подписана если подписан на в к плей лайф то есть вы можете зайти на пусте посмотреть что вы там подписаны, если подписаны и там. И платная подписка, она одинаковая и туда, и туда. Это одно и то же. Это один и тот же аккаунт. И раз на VK Playlife появились платные подписчики, то я решил подготовить для них бонусы, контент и так далее. Не просто значок на VK Playlife на стриме и смайлики там какие-то, но еще и на Boosty там будут выходить новости, которые не входят в видосы. Видосики, которые я делаю, но не выложил. И они у меня есть. Я их туда тоже буду выкладывать. В общем, там будет место для закадровых новостей и не вошедших видосов на канал. Теперь я понял, зачем у меня существует Boosty. До этого я вообще не понимал, зачем он был. Но когда платные подписчики на VK Playlife появились, я понял. Поэтому там будет иногда выходить эксклюзивный контент по мере того, как он у меня будет появляться. Там есть разные уровни подписки с разными бонусами. Кому интересно, можете зайти посмотреть. Кому не интересно, переходим к основной новости видоса. Итак, маневры. С 21 августа это уже совсем скоро по 3 сентября, две недельки у нас будут проходить маневры. Новое событие в Укрепрайоне для клановых игроков. Итак, какие же особенности этого события? Играть мы будем 7 на 7 на любой технике 10 уровня в выбранный прайм тайм. Тут так написано, в выбранный прайм тайм. Насколько я понимаю, играть можно в любое время, но подниматься по прогрессии вы будете только в свой прайм тайм. Поэтому большинство и будет играть в свой прайм тайм. Которые выберут. Игровые сервера РУ-6 и РУ-8. Тип боя стандартный. Туман войны включен. Клановые боевые резервы отключены. Лионеры отключены. Продолжительность боя 10 минут. Базовое количество промресурса за победу в бою 1000. Ну с такими настройками я думаю там будут кучками упарываться будут быстрые тактики. Также еще играя 7 на 7 личный скилл каждого игрока будет более важен чем играя 15 на 15. Я думаю это и так логично. Сражаясь кланы и игроки зарабатывают очки славы. После завершения событий за очки славы становятся доступны награды. Как личные так и клановые. За прохождение этапа в прогрессе вы будете получать больше клановых и личных очков славы. уничтоженные в бою машины выводятся из строя. И очки славы такие танки больше не приносят. Но есть рим ресурс который можно будет эти танки починить. То есть те игроки у которых больше танков в ангаре те которые реже сливаются и потеют до конца дольше смогут получать очки славы. Также еще имеет смысл наверное когда у некоторых людей закончатся танки менять их на тех у которых еще танки есть. Чтобы по прогрессии ваш клан дошел как можно дальше. Потом заработал рим ресурс можно будет я так понимаю все сбросить и заново по прогрессии дойти еще дальше. В общем обычным бойцам клановым я думаю нет смысла особо сильно вдаваться во все эти тактики. Полевики командиры клана и все кому надо в этом сами разберутся. Нам обычным бойцам что нужно знать 7 на 7 и пытаться не сливать свой танк и иметь в ангаре как можно больше. Вот в принципе и все. Также еще приходите играть в прайм тайм который ваш клан выберет. Также здесь написано что стоимость наградной техники будет равна количеству личных очков славы полученных игроком на 10 тысяч позиции в личном рейтинге. Никаких дополнительных ресурсов не потребуется. То есть получается что танков за ГК будет всего лишь 10 тысяч. Это очень мало. Видимо разработчики рассчитывают на то что мало кто будет принимать в этом участие. Во первых клановая движуха это очень непопулярная. Ну и большинство этих танков они у всех уже есть и получать их кто захочет. Только тот у кого их нет. У меня допустим одного танка всего лишь нету. Я бы хотел его получить. А так в принципе мне в этом режиме больше ничего не интересно. Остальные награды которые тут есть. Боны Днепрема серебро экипаж резервы боновая закалка один танк за ГК 10 уровня 2D стили и 3D стили на ВК 7201К и на М60. Ну и какие-то там медальки с нашивками это вообще пофигу. Чифтейна я так понимаю пока не понерфят в наградах мы не увидим. Без чифтейна ажиотажа будет немного из-за лета тоже будет немного. Также это новый какой-то там режим 7 на 7 что тоже может мало кого заинтересовать. Да и наград мало разработчики видимо сами рассчитывают на то что мало кто будет в этом принимать участие. Я бы честно говоря в прайм тайм 3 часика там или сколько каждый день 2 недели поиграл бы но это все равно немало по времени но все равно это намного лучше чем целыми днями сидеть на протяжении этих двух недель. Также еще вчера в видео рассказывал про возвращение легендарной троицы про то что там экипаж неприятно озвучен озвучка командира ужасная так вот разработчики ее уже переделали убрали эффект рации можете зайти на сайте посмотреть послушать она стала реально приятной и по крайней мере теперь уши не сворачиваются в трубочку хоть что-то мы в этой игре изменили но это опять же за деньги да вот бы что-то игровое изменить в этой игре к лучшему пишите свое мнение в комментариях что вы про это все думаете подписывайтесь ставьте лайки не забывайте в конце комментария писать никнейм загляните на бусте посмотрите что там ссылка в описании всем удачного дня пока не забывайте Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»